Итак, Peugeot Rifter. Продолжаю рассказ. Достаточно быстро намотались следующие 10 тысяч и вот я снова еду на очередной ТО. Обслуживаем на фирменном сервисе каждые 10 тысяч. Хотя вроде бы можно и 15, но посчитали, что для его режима эксплуатации это лишнее. В общем, машина продолжает радовать. Никаких глюков, никаких проблем, никаких особенных замечаний. Впереди зима. Peugeot продолжает оставаться очень теплым автомобилем. Вот сейчас я еду, выставил вот так, и мне все равно жарко. Жарко, потому что вот эта центральная консоль, там где-то неплотно воздуховоды прилегают, она вся горячая. Ну а летом ехал, она вся холодная, она вся охлажденная. Зеркало заднего вида уже показывал, мы переделали, в принципе довольны. Тест на Макдональдс. Картошка, кофе. Неудобно, если честно. Низковато тянуться, но поставить есть куда. За время этого пробега даже рассказывать не о чем. Масло не кушает, не перегревается, тормозит изумительно. Посмотрим на сервисе, на тормозные колодки. На машине ездят разные водители разного темперамента. Вот, возможно, за 30 тысяч они и подносились, честно говоря, не знаю. Да, радует объем. Сейчас багажник заполнен разными необходимыми причиндалами. Радует зеркала, хотя немножко опять же повторюсь. Правое зеркало очень непривычно смотреть. Нужно привыкнуть к минивэновскому расположению. Угол поворота головы достаточно большой боковым зрением. Ну, я не контролирую так, как хотел бы боковым зрением. Ну, понятно, в общем-то, это проблема конструктивная. Конструкция кузова, скажем так, предполагает, что вот там, вот там даже не на стойке, а несколько смещенно расположена зеркала. В целом все радует, в том числе расход топлива. Сейчас заправился, посмотрю, сколько я проеду на баки. И он говорит, что мне хватит на 800 километров расход. Что там, 5.1. Ну, я еще ехал в городском режиме. Достаточно медленно. Посмотрим, какой расход выйдет. Все. Пока. Все. Продолжение следует...